Привет, мои дорогие подписчики и гости канала Point2Point. Сегодня я вам покажу очень необычную работу. Комплект из двух салатников разного размера, который я назвала тропики. Работа выполнена на заказ, но точных пожеланий у заказчика по рисунку не было, так что эта работа плод моей фантазии. Делала их в декабре, и это мое лето среди зимы. Хотелось чего-то очень яркого и необычного, и мои мысли улетели в тропический лес, полный ярких цветов, лиан, необычных птичек и зелени. Маленький кусочек этой росписи я вам уже показывала в видео «Витраж. Макросъемка». Вы можете увидеть процесс создания витражного рисунка вблизи, если перейдете по ссылке вверху. А мы начнем работу. Как обычно, тщательно протираем поверхность спиртосодержащей жидкостью. В процессе росписи открытые участки также нужно периодически протирать. Началось все с дна салатников. Я решила, что в основе моих тропических зарослей будет зеленое дно с потеками. А когда работу перевернем, капли станут стеблями тропических джунглей. В росписи я использовала разные витражные краски, но основную часть работы делала французскими красками пебео. Обзор по этим краскам вы можете увидеть, если перейдете по ссылке вверху. Аккуратно заполняю дно салатников, смешивая две краски – зеленое яблоко и темно-зеленое. Затем постепенно, аккуратно создаю потеки краски. Там, где они получаются слишком большими, убираю, делаю поменьше. Сначала у меня стекает светлая краска, а поверх нее я делаю потеки темно-зеленой краски. По верхнему краю салатников делаю яркое тропическое небо. Сначала контуром произвольно рисую потеки, капли, а затем заполняю небо синей витражной краской. Получается такой противоход нашим зеленым каплям тропических зарослей в одном стиле. Синей краской прохожу дважды, создавая переливы цвета. В росписи неба я использовала витражную краску Акваколор. Обзор недорогих витражных красок трех производителей вы можете найти на моем канале и посмотреть, если нажмете ссылку вверху. Я буду показывать процесс то на большом, то на маленьком салатнике. Весь процесс росписи показать не получится, не все снято. Но я постараюсь рассказать и показать так, чтобы было понятно, как все сделано, поэтапно. Для рисунков я использовала распечатки тропиков. Так были созданы деревья, цветы, листья и птичка калибри. Лианы рисовала позже от руки произвольной формы. Использовала контуры Декола и Таир. Это было очень любопытно. Додумывать рисунок, использовать точки, какие-то элементы, штрихи. Творить тропические заросли. Краски яркие, цветы хищные, броские. А процесс просто завораживает. Как вы уже видите, это была довольно объемная и сложная работа. И хотя я чередовала роспись маленького и большого салатников, пока краски на одном сохли, я занималась другим, весь процесс росписи занял около месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Или здесь, если нажмете ссылку вверху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая необычная работа у меня получилась. Скажу вам, что в процессе монтажа этого ролика мне захотелось еще раз сделать что-то подобное. То есть я вдохновила саму себя. Нет, точно повторять рисунок я не стану, да это и не получится, поскольку в любой работе, сделанной своими руками, точный повтор невозможен. Но новую витражную работу с яркими растениями и цветами я точно сделаю в ближайшее же время. Если вам понравился ролик, если он был вам полезен, порадуйте меня, поставьте лайк. А я жду ваши вопросы и комментарии. Всем спасибо за внимание. Если вы еще не подписаны на мой канал, добро пожаловать в подписчики. Я обещаю радовать и вдохновлять вас новыми и яркими работами. Продолжение следует...